Более 300 управленцев, из них 70, представители Приморского края, принимают участие в полуфинале конкурса «Лидеры России». В течение двух дней конкурсанты пробовали свои силы в различных оценочных мероприятиях. Участников из 11 субъектов ДФО в столице региона приветствовал губернатор Приморья. По словам Олега Кожемяка, конкурс позволяет выявить самых достойных управленцев, которые в будущем смогут занять руководящие должности в органах власти по всей стране. Лидеры России – это мощнейший социальный лифт, запущенный на государственном уровне по поручению президента нашей страны Владимира Владимировича Путина. И он, безусловно, открывает новые возможности для образованных, инициативных, энергичных людей, настроенных на рост своей карьеры, руководителей, настроенных на созидание. Прежде чем приехать в Приморье, претенденты со всего Дальнего Востока, а их было более 3000, прошли тестирование. По итогам лишь 311 счастливчиков попали на очный этап. На площадках Дальневосточного федерального университета им приходится демонстрировать свои знания, опыт и умения работать в команде. В этом году более жесткая конкуренция, ведь по сравнению с прошлым количество полуфиналистов выросло на 20%. Интересно, что самый молодой участник конкурса является представителем нашего края. Зовут его Михаил, ему 19 лет, он студент Дальневосточного федерального университета. И управленческий опыт он получил еще в школьные годы, судя по его анкете. Я с ним лично не знаком, но, конечно, мы обратили внимание на него как самого молодого участника. Отметим, в крае параллельно с лидерами России проходит открытый конкурс управленческих кадров на включение в губернаторский резерв. Приморье – команда будущего. Полуфиналисты лидеров России сразу без конкурса зачисляются в кадровый резерв. Из него в последующем будут назначаться люди на муниципальные и государственные должности. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.